Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем внедорожные приключения и работу в регионе Дон, Ростовская область в игре SnowRunner. В прошлой серии к нам заехал старичок Pacific P16, показать на что он способен. Мы выдали ему прицеп с генератором и непростой маршрут. Несмотря на то, что в итоге с задачей он справился и доказал, что он еще на что-то годится, ему конечно было тяжело. Отсутствие переднего привода и мягко говоря не лучшая резина для бездорожья превратили доставку в настоящее испытание. Передние колеса упорно не пускали грузовик вперед, стоило только заехать в грязь. Выгодно распродав по пути всю горючку из бака генератора, Pacific все же доставил прицеп на сервисную станцию. Друзья, а сегодня мы с вами поработаем на тех американцах, которых так бесцеремонно подвинули в очереди два брата Ворона. Поехали! И снова мы с вами как в анекдоте, приехали три американца в Россию. Уж не знаю, есть ли подобные анекдоты с таким началом, но скорее всего есть, если покопаться в интернете или в памяти, наверняка что-то подобное можно найти. И первым у нас с вами на работу отправится американец GMC MH9500. А кто это из них? А ну покажись, помигай нам фарами, вот этот красавец. Давайте принимать контракт и отправляться на работу. Порванные трубы. Селу также не помешает ремонт. Заводу понадобятся рабочие, а в домах даже нет воды. Отдельная беда в том, что корабль с трубами сел на мель, так что за ними придется ехать по земле. В рамках работы по этому контракту нам с вами нужно найти три груза малых труб, благо они все показаны с вами на карте. Лежат они на карте Антоновский заповедник и далее нам с вами нужно их доставить на карту Бромзона. Три разных места. Правый берег, село Поддонское и к рабочему поселению. Ну что ж, давайте начинать. Я думаю, что на 9500 MH мы с вами метнемся к самому дальнему грузу труб. Каждый из грузовиков у меня оборудован еще и манипулятором, поэтому проблем у нас по идее не возникнет с подрузкой. Хотя я не знаю, друзья, на самом деле, может быть манипулятор и не вытянет этот груз, например, не знаю. Ну посмотрим. По идее должен. Очень понравился мне вот этот MH, пока я его сюда перегонял. MH 9500. Офигенный грузовик, на самом деле. Он очень бодренько проскакал. Вот этот переезд с буйраками классический, да, где кочки такие высокие, куски асфальта. Очень бодренько там все перескочил. Практически не завяз нигде. Даже не остановился ни на секундочку. Ехал пусть даже медленно, но все же нормально. Ну, сейчас мы с вами его испытаем в здешней грязи. В грязи Антоновского заповедника. А грязь местами здесь действительно приличная. А давайте-ка возьмем вот сюда, вот на сторону, да, немножко. И поедем мы в эту яму, не будем мы терять времени. Работы у нас сегодня много. Я думаю, что нам хватит чем позаниматься здесь. Так вот аккуратно прокатим. Я вообще на самом деле не знаю, куда еду. Нет, ну как я знаю, куда еду? К дальнему грузу, к той точке, которая как раз-таки у нас спереди сейчас видна. Но она же у нас, да, она же находится немножко в другом месте. Я-то еду уже привычным для себя маршрутом. Но сейчас мы, ладно, что-нибудь придумаем. Сейчас проедем какое-то время, переедем реку и дальше там решим. Куда мы, чего мы, зачем мы. На самом деле, тогда, друзья, когда Бороны подвинули вот этих американцев, подвинули они двух американцев. Два вот этих GMC. Бригадир и вот этот MH9500. Но в этой серии у нас три груза, поэтому к ним затесался еще и White Western Star. Спросил, говорит, ребята, вы куда вы? Они, говорит, мы за трубами. Ой, а можно я с вами? Ну, поехали. Ну, на самом деле, друзья, скорее всего, из этих трех грузовиков, наверное, Western Star самый такой. Самый тяжелый, самый медленный, возможно. Ну, и, возможно, не самый проходимый, потому что местами, пока я сюда его перегонял, я посидел там. Тихо, 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 тихо. Ну, что за козление на ровном месте, скажите мне. Ну, как так? Может многотонный грузовик скакать, как дикий козел? Не знаю. Наверное, может. Давайте, наверное, сейчас тормознемся, потому что нам нужно решить. Нам же нужно как-то переехать на верхнюю дорогу, да? Ну, как? Наверное, доедем вот сюда и вот так вот переедем. Заодно затестим вот эту грязь, например. Да? Мысль, мысль. Почему бы и нет? Сейчас пройдем этим местом. Либо мы можем с вами переехать вот здесь. Ну, вот тут вот в луже, я знаю, я помню, здесь лежит трактор, друзья. И там такая лужа неприятная. Как бы мы там с вами не клюнули. Поехали-ка мы, да, поехали-ка мы более-менее знакомым маршрутом. Более-менее привычным, так скажем. В прошлой серии у нас старичок, да? Старый баран, так скажем. Трес бородой своей седой и песком. Медленно, но верно он шел к победе и пришел к ней. Медленно, опять же. Не знаю уж, насколько верно. Можно было бы взять кого-нибудь молоденького, да? Либо какого-нибудь старенького, но проходимого. Но мы взяли Pacifica. Но как бы тоже интересно. Я хочу пробовать разную технику, хочу смотреть, что может каждая здесь машинка. Ну, единственное, конечно, что сюда я вряд ли возьму, друзья, когда-нибудь каких-то шоссейников, да? Потому что, что они здесь могут, мы все с вами знаем, примерно ничего. Примерно ничего не могут. Поэтому, да, шоссейникам здесь не развернуться. Вообще непонятно, на самом деле. Я вот очередной раз подбираю технику, смотря машинки в магазине. Я заметил такой момент, что вот куча техники совершенно непродуманно добавлена в игру. Вот на кой черт? Хочется спросить. Ну, поедем, я умоляю тебя, дерево. Дерево, я умоляю тебя, ломайся. Так вот, куча техники совершенно неадекватно добавлена в игру. То есть, ну, что они, эти грузовики, должны здесь делать? Ну, вот, например, шоссейники. Где на них здесь работать? Ну, на какой-нибудь первой карте Мичигана, там, да, возможно. Ты повозишь грузы, там, из города, куда-то там. Да куда ты их повозишь, я не знаю. Ну, куда-нибудь из города, до этого самого, до бездорожья, где потом в итоге будешь перегружать это все на нормальную технику, да? Потом я заметил еще такую машинку, классную, офигенную, карьерный самосвал, да? Огромный карьерник, который мы с вами в Висконсине, по-моему, получали, да? Что я делаю? Я вообще не знаю, друзья, что я делаю. Я просто хочу, просто хочу отсюда выехать, потому что здесь вот эти корни резиновые, безумные. Вот, карьерник, это DLC. По-моему, DLC платное, насколько я помню. Либо он входил в состав Висконсина, либо это платное DLC. Тише, тише, тише. Давайте-ка, да, вот так вот обезопасим себя. Что-то странное тут творится. Вообще, как-то вот пока сюда я на нем ехал, я как-то вот такого вот козления не заметил. Вот этого вот какого-то качения. Он реально... Я не знаю, как мы с трубами отсюда поедем, друзья, но это будет, скорее всего, жесть. Скорее всего, вообще на минималках поедем, потому что, ну, что-то лихо его прям раскачивать со стороны в сторону. Вот он странно неустойчивый. Мне, по крайней мере, таким не казался он до этого. Ну, так вот. Вот этот карьерник, да? Ну, прикольный грузовик. Что мы на нем с вами делали? Ну, что-то там повозили, да, по-моему, поезд на нем тащили. И то, потому что, ну, как бы я вроде захотел на нем тащить поезд, да? Потому что если бы... Или не на нем мы тащили поезд. Ну, я, честно говоря, не помню. Вроде бы на нем, мне кажется. Ну, да неважно. Смысл в том, что у него какое-то там прочное седло. То есть не высокое, не низкое. Какое-то прочное. Что это за прочное седло и на кой черт оно нужно, никто не знает. Для какого-то спецгруза, который раз в год в игре появляется, в каком-то контракте, все бесполезный, совершенно интересный, но бесполезный грузовик. Зачем это делать, я не понимаю. Куча вот этих шоссейников. Ну, пусть не куча, ладно. Но они есть. Есть шоссейники, вот эти тоже не сильно полезные машинки, да? Так, не кубыркнуться бы, друзья. А трубы, подожди, они это самое, металлические, нет? Не похожи. Вроде такие, да? Пластиковые. Вот и получается такая ситуация, друзья, что тебя просто вынуждает использовать моды, как минимум, ребалансную вот эту технику, да? Все, я думаю, пакуете же ведь. Хочется, например, поработать на этом карьернике, да? Я знаю, что такой мод есть, и я как бы, скорее всего, заспейлию, друзья, что да, в скорости он появится у нас в видео. Ну, как в скорости, я не знаю, если будет для него какая-то работа. Я уже его поставил, посмотрел. Да, он, конечно, получше, чуть-чуть получше своего игрового варианта. У него там и передний привод добавлен, но, опять же, им можно и не пользоваться. Колеса там добавлены, короче, много, много всего интересного. Ой, чую, друзья, мы отсюда с вами не выйдем. Чё-то есть у меня опасения. А чё мы не едем, простите? А, мы там слегка кузовком уперлись, жесть. Ладно. Сейчас, друзья, секунду, моментка вот такой, прям, я не знаю, что-то я занервничал. Чё-то я как-то вообще не уверен, сейчас стал в этом грузовике, что мы с вами спокойно всё это дело оттарабаним. Ну, трубы непонятно какие. Да вроде металлические, да? Ну, позвякивают, по крайней мере, как металлические. Да тихо ты, стой. Ладно, не важно. Как нам, по сути, разница, какие эти трубы? Металлические, пластиковые? Довести бы их без приключений, было бы очень всё прекрасно. Так что скоро мы с вами покатаемся на карьернике. Ну, если, опять же, будет работа для него. Как скоро это произойдёт, я не знаю. Вот что-то здесь нам с вами нужно будет везти. Какой-то промышленный водонагреватель, да? Возможно, мы как раз-таки повезём с вами его на этом карьернике. Модовском, да? Он практически такой же, как игровой, только немножко ребаланснутый такой. А что, поедем сюда или куда? Ну, давайте попробуем. Хотя, наверное, пожалею я сейчас о том, что решил новым маршрутом пройтись. Но мы сейчас будем внимательно смотреть. И сел уже. Смотрел внимательно и решил посидеть в грязи. Ну, что-то очень сильно качает грузовик. Безумно, правда, как-то непонятно. Совершенно напрочь отсутствует какая-то устойчивость. Решочек, смотрите, да, неспроста. А здесь он лежит. Неспроста. Здесь хотя бы нас трактор придержит, я думаю, в случае чего, да? Не-не-не, давайте-ка мы держаться. Что-то мне вообще уверенность напрочь пропала, что я доеду без приключения. А нам, к слову, три таких груза везти, друзья, в этой серии. А, здесь еще, кстати, мост разрушенный, да? Давайте мы сразу посмотрим, где мы с вами поедем. Вот здесь какая-то прореха есть, да, такая. Ну-ка проверим. Нам бы вот сюда перейти, на нашу знакомую же дорожку. Там мы и без точек доедем. Просто сейчас реалии игры таковы, что вот эти вот невидимые корни, ну, точнее, эти корни, видимые, да, с невидимыми силовыми полями, они могут лежать где угодно совершенно. И запросто тебя подбрасывать абсолютно на любом ровном месте. Вот ты едешь, да, тебе кажется, что дорога хорошая, нормальная, вот как сейчас, например. А где-то в грязи лежит вот этот корешочек. Он тебе раз и наклонил слегка. И все. И ты уже на бочок и отдыхаешь. Можно, опять же, в модах поискать вот эти вот шоссейники, да, тоже, которые перебалансненные. Что там с ними мододелы придумали. Но, как правило, аппетит у мододелов такой, что хочется вот, чтобы они чуть-чуть ее сделали лучше. Чтобы хотя бы можно было бы пользоваться, да, этой техникой. А в основном делают так, что превращают их в каких-то... Ой, жесть, мы падаем, короче. Я наехал на этот камень сдуру. Уже сто раз пожалел об этом. Четко под брюхом у меня этот камешек лежит. Так, надо быть готовым, друзья, к тому, что груз у нас может упасть. Высыпаться, рассыпаться. Че-то я уже вообще не уверен в устойчивости этого грузовика. Лихо его качает. Такое чувство, что вот напрочь нет нагрузки на колеса вниз. То есть нет вот этой силы, которая давит вниз грузовик. Потому что он раскачивается так прям вообще удивительно как-то. Такое чувство, что действительно он ничего не везет в кузове. Либо везет что-то такое длинное, высокое и невидимое. Что его качает постоянно. Я не знаю, кстати, как мы с вами еще управимся. Успеем ли мы в одной серии все три груза собрать. Но вроде как мы забрали дальние, да. По идее, значит, остальным должно быть проще. Такое чувство, что у нас этот движок застучал, да? Какой-то постоянный металлический звук. Ритмичный, да, такой непонятный. Откуда взявшийся вообще совершенно. Но это по идее звякают эти трубы, да? Но, блин, как-то это странно. И это напрягает уже вот. Ловишь себя на мысли, что... Тихо! Да, блин, ты черт бы тебя побрал! Давай, назад! Ой, жесть! Какой ты вообще просто нереально! Так, упаковываем. Упаковываем и потихонечку пробираемся. Короче, надо объезжать это место. Сбоку идеально объезжается это место. Не надо щемиться по центру. Чё-то я решил проверить. Думаю, дай-ка пройду. Там очень сильные перепады высоты. Нереальные. Надо вообще туда не ехать. Сбоку пройтись на малых оборотах. А тем не менее, смотрите, да? У нас с вами ушло уже горючки. Будь здоров! А мы начали-то вот отсюда. И доехали буквально вот туда и обратно. Уже горючка у нас с вами разошлась. Но хорошо, что здесь стоит у нас Татар, заправщик. Поэтому проблем не будет с горючкой. Но если заправщик сюда не загонять, то да, проблемы будут. По крайней мере, на карту заехать-то горючки хватит. А вот дальше... Дальше, возможно, нет. Я имею в виду на промзону переехать хватит. А вот там уж, скорее всего, придется из гаража кого-то гнать. Так, хорошо, давайте заправляться. Заправляться по-любому, иначе да. Иначе вариантов нет. Ну что, пройдем между красиво. Ретирочку. Вопрос сейчас, как нам с вами дальше ехать. Потому что по этому переезду я уже не хочу идти. Там опасно, мне кажется. А, собственно, давайте сейчас будем решать, куда и как мы поедем. Значит, рабочее поселение. Это у нас там. Правый берег тут. А, ну то есть, смотрите, два груза-то нас вообще доставить-то не так уж и сложно. Либо здесь, либо по рельсам пройтись, да? Ну давайте, ладно, давайте на правый берег вот эту пачку отвезем. И попробуем пройтись по рельсам. Посмотрим, как это. Пожалею, наверное. Ну ладно. Потому что какой-то он, это, кочучий. Слишком кочучий. И, кстати, друзья, я все время забываю. Одну фишечку интересную от разработчиков обсудить, да? Вроде как свыклась с этим, да? Но все же, фишечка такая есть. И звоночек такой уже есть. Заметили, что у нас первый регион, в котором... Ну, по-моему, это первый регион, в котором у нас переехал магазин прицепов, да? От гаража. Теперь его рядом с гаражом нет. А будем держаться сразу, наверное, да? Под немножечку. Так. Так, так, так. Вот на это не было расчета. Ой, чую падаем. Ой, чую падаем. Да. Мы, кстати, там нигде не держимся. Прикольно. В скобочках нет, конечно. Нифига прикольно. Так, давайте тогда вот. Окей. Хорошо. И все, собственно, друзья. Приехали. Ладно, попробуем на минималках пройти. Очень-очень медленно. Здесь, по идее, должно быть попроще, потверже. Я думаю, что разработчикам вполне себе сейчас понравится вот эта затея, перенос магазина прицепов куда-то там. А то, может быть, и вообще на другую карту, да? А почему бы и нет? А что такого, да? Ну, будете ездить за прицепами на другую карту. Вот. А потом возвращаться на эту, да? То есть, ну, вот явно такие вот моменты с искусственным затягиванием времени. То есть, почему магазин прицепов уехал у нас в порт, совершенно непонятно. Как это объяснено, я не знаю. Наверное, это как-то объясняли. Я этого объяснения не слышал. Поэтому, если кто-то знает, почему это произошло, расскажите, пожалуйста, в комментариях. В чем, собственно, смысл такого решения, если не думать, что это искусственное затягивание времени, а думать, что это какая-то новая классная фича, и мы все радостные прям такие пользуемся и балдеем. Смотри, трубы помяли сзади, да, немного? Как их ставить-то будут? А помяли? Подожди, помяли, когда они выпали, да, получается? А еще, друзья, вот реально нужно что-то сделать с этим звуком. Ну, в связи с разработчиком, конечно же, мы-то вряд ли что-то с ним сделаем. Безумный зацикленный звук. Очень-очень странно. Я что-то раньше как-то на других грузах, то ли, может быть, там в основном какие-то глухие звуки, да? Когда бетонные плиты там стукаются друг об друга. Ой, сейчас чую, завалюсь. Нет, не завалюсь. Нет, завалюсь. Знаю. Давай, заезжай. Давай, заезжай, говорю тебе. Посмотрим, как мы здесь пойдем. Ну, в принципе, да, нам нужен асфальт. Ну, тоже переправа какая-то, да? Абсолютно мертвая дорога. То есть по ней не пройти, не проехать. Хотя я ни разу не пробовал, может быть, и можно. Так, ну, вроде все, друзья. Вроде бы, да. Дальше уже никаких проблем особенных у нас не возникнет, я думаю. Вот бригадира мы пустим на дальняк, туда, в рабочее поселение. А этого Вестернг Стара и там на самую близкую трубу, и здесь на самую близкую доставку. Но при этом, друзья, 25 минут мы с вами отдали только этим трубам. Но надеюсь, что остальные все же будут быстрее, потому что лежат они ближе. Может быть, там проблема с их погрузкой будет, вполне возможно. Все отлично. Разгружай. Глушись. И давайте, да, в следующую машинку. Вторым на доставку малых труб у нас поедет Вайт Вестерн Стар 4964. Вот такое длинное название, при этом достаточно интересный грузовик. Получаем мы его с вами в Мичигане, по-моему, на второй карте, если мне не изменяет память. При этом в фулл апгрейде он достаточно классный. Посмотрим, хоть я и немножко на него как бы нагнал вначале, да, что понравился он мне меньше всех на переезде сюда. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, как раз-таки меньше всех понравился и лучше всех себя покажет. Не исключено. Будем брать сейчас ближние трубы. И на ближнюю доставку вот сюда вот в село Поддонское, да? По-моему, мы с вами их повезем. Только вопрос остается открытым. Как нам с вами туда попасть? Как нам туда проехать? То ли где-то здесь, то ли где-то там. Это все ломается? Да, все. Нет, не все ломается. Чудо-мосток не ломается. Ну, хорошо, что чудо-забор ломается. Сейчас посмотрим, как мы здесь с вами пойдем. Да, вы знаете, это интересно. Как здесь вообще мы должны ехать? Это хороший вопрос. Но как бы съехать туда мы съедем, я думаю. С проблемами или без них, я не знаю. Но съехать мы туда должны. Как мы оттуда будем заезжать обратно? Это вопрос хороший. Ладно, хорошо. Будем думать потом. Давайте сейчас для начала подцепим, погрузим, упакуем. А ну, выпадут. Давайте немножечко подтянем. Как-то упали, они не так, как я планировал. Хорошо. И вот сейчас нужно нам внимательно посмотреть, как мы с вами отсюда будем выбираться. Какими дорогами, какими судьбами. Вот здесь вот прям заманчиво. Смотрите, какая прореха, да? Интересно. Но дальше вот здесь с горы можно лихо дать. Опасно. Вроде как-то внешне выглядит, что можно, да, там съехать. Но это только внешне на карте так нарисовано. На самом деле, там крайне сложно будет съехать. Так, так, так. Я не знаю, друзья, честно. Не знаю, что мы с вами сейчас будем здесь делать. Не тянешь, да? Не можешь. Хорошо. Сможешь сейчас с лебедочкой. Ну, по идее, вот сюда мы должны пройти. Вот сейчас, да? Сюда, раз. Ну, в чем дело? Ну, давай, давай, давай поедем-то. Ну, мы же можем или не можем? Нет, мы не можем. Дожди, а вот так вот можем? Ну, это странно. Ладно, я не знаю, почему лебедка не способна его втащить сюда. Ну, нет, у нас никак не получается. Неужели мы все с вами приехали? Не поверю. Не поверю, поэтому давайте пробовать все варианты. В эту сторону опасно, блин, наклоняться. Так, хорошо. Что мы можем? Мы можем попробовать вот сюда. Не, ну что-то мы на мертвяк сели здесь, серьезно. Все, наша игра закончилась вот здесь и сейчас. И мы не выйдем никак совершенно. Да я не поверю в жизнь никогда в это. Что мы не способны вот здесь вот проехать, даже с лебедкой. Он перестает ехать как-то вот. Смотрите, да, он просто вот до этого ехал, а сейчас... Сейчас даже как-то перестает. Я не знаю, может быть, лебедка на это как-то влияет. Ну вот сейчас, смотрите, он вроде пытается, крутит колесами. Мы цепляем лебедку, и он перестает ехать вообще. Это какая-то интересная новая фича, да, которую я не видел, про которую я не знаю. Давайте попробуем вот так вот, я не знаю, перевалить. Всего-то, боже мой, всего-то. Но там странный какой-то распор получается такой, да, и вообще не может он... Даже колеса не крутятся. Ладно, главное, что вырвались, выехали, хорошо. Заправляться, наверное, не будем. Поедем дальше, потому что вроде как должно у нас с вами хватить. Возможно, даже без проблем. В этот раз, друзья, к черту баян некогда. Время поджимает. Погнали. Сейчас пока баян послушаем. Драгоценные секундочки потеряем. Так, по рельсам не поеду на нем. Че-то как-то не уверен я. Давайте поедем вот этим классическим переездом. Тоже не самый лучший выбор, но ладно. Здесь хотя бы я более-менее уже изучил это место. Переворотов, по идее, быть не должно. Ну, а там, конечно, как решит игра. Решит будут. Хорошо. Номер раз преодолели. Ну, там, конечно, будет в конце проблемка у нас. Тяжеловато там будет идти. На последней кочке. Оно и сейчас-то вроде не сильно легко. На последней кочке будет, да, будет не очень. Давай-давай-давай-давай. Красавчик. Слушай, ты на удивление молодец какой, смотри. С лебедочкой, но по минимуму как-то раз-раз и вроде проходим. И там, и тут. Вы знаете, этот переезд, да, наверное, все-таки не такой волнительный, как рельсы. На рельсах, если понесет, поволокет, то все, там с концами уже. Замучишься лебедками там растягиваться. А здесь вроде как, смотрите, перевалили раз, перевалили два, перевалили три. И вроде как... Едем и едем. Здесь хотя бы я не боюсь вот этих наклонов на сторону. Потому что вроде как здесь их и нет. Таких особенно. А это уже куда-то в деревушку нужно отвезти, да? Скорее всего на эту улицу. Ну, вы знаете, как-то вот меньше всего я ставку делал какую-то интересную на вот эту машинку. И лучше всего доставка получилась. Ну да, короткая, понятно, что мы особо никуда и не ездили. Но в целом как-то вообще минимум какого-то волнения. Вот не учитывая, конечно, вот этого... Вот этой ситуации с камнями. В камнях там вообще что-то непонятное произошло. Как-то мы просто по ним переехали, а с лебедкой не могли нормально как-то проехать. Ну что ж, неплохо, неплохо. У нас все шансы есть уложиться в нормальный наш обычный хронометраж. Пересаживаемся в следующую машину, друзья. Поехали. И за последней, третьей пачкой труп у нас отправится GMC Бригадир 8000. Мне кажется, наверное, самая интересная машинка будет в этой серии. Очень мощный. При этом достаточно проходимый. Ну, в принципе, они с GMC, который MH9500, они похожи, конечно. Но этот у нас с вами, товарищ, одно время показывал отличные результаты в доставке. Сейчас накидаем маршрутик. Поедем, кстати, вот здесь по новому месту. Ни разу там не ездил. Видите, даже карта закрыта. Посмотрим. Возможно, у него будет при этом еще и самый сложный маршрут. Потому что ему здесь придется пройти таким не очень знакомым местом. Хоть мы там с вами по реке и катались. На этом самом, на Тузе. 166, по-моему, да? Вроде как. Но все равно места незнакомые. Я еще там толком не обвыкся. По тем дорожкам. И до рабочего поселения мы с вами поедем через реку. То есть там тоже будет такой новый маршрутик. Ну, как, не новый, конечно. Мы там уже не раз с вами проезжали. Но все равно интересно будет там пройтись. На такой технике. Но при этом, да, обратите внимание, достаточно проходимая машина. На Амуре мы с вами покатались, на нем повозили грузы. Переворачивались даже, я помню. Где-то там он распрыгался у нас и на бачок прилег. Но не без того. С учетом того, что здесь вот такие вот какие-то мини-подляночки на каждом поворотике поджидают. Едешь-едешь, раз, упал. Так, интересное местечко. Трактор, лужа, все дела. Ну, пробуем. Хотя, вроде, внешне выглядит обычно. Хочу просто посмотреть. А, смотри, неужели это правильные корни? Боже мой, разработчики, у вас получилось? Один правильный корень. На весь этот самый. На весь дон. Ой, а эти вообще, смотри, адекватные. Мало того, что они правильные, они еще и адекватные. То есть, они в грязь вминаются, как положено. Ой, ну вообще. Вот поэтому, друзья, это самая непопулярная дорога, по которой никто не ездит. Никто никогда не найдет здесь правильно работающие препятствия. Ох ты жесть, ох ты жесть. Вот это, друзья, да, мы с вами тут влипли, конечно. Знаю, что у нас получится. Что-то определенно получится. Ну вот падать здесь будет крайне нежелательно. У нас поблизости никого нету. Нет, есть уазик, но уазик что-то там... Далековато, нет? Далековато? Нет, ну относительно, относительно близко. Ай, нанэ, нанэ, ну вот зачем я остановился. Хотя, смотрите, на удивление, да? Раз-раз и в дамках. Давайте будем сразу разворачиваться. С грузом неохота потом вертеться. Хорошо, все, идеально. Лучше не придумать. Там водила, смотри, головой. Трясет металлага. Резонанс поймал. Опять эта звякалка будет мозг сносить. Металлическая. Хотя вообще непонятно, по какому принципу они так звякают. Ведь они штаммы этими переложены палочками и стропами стянуты. То есть по какому принципу они так на звякивают, вообще не ясно. Да ладно, в смысле? Ну что, мы сели что ли? Да ладно. Давайте назад, наверное. Что-то мне не очень нравится это место. И там лебедочка нигде не зацепится. Контраст какой, да? Согласитесь, сюда заехали вообще без проблем. Просто пролетели по этому месту, даже не заметив, что тут какая-то грязь есть. Стоило загрузить трубы и все. Тут же сели. Хотя, возможно, там на ту, на старую колею свою уже заехали. Которая уже немножко изменила это место, конечно же. Куда ты? Зачем ты так лезешь? Почему ты так лезешь? Я тебя так не веду, грузовик. По какому принципу ты лезешь на этот камень, когда я тебя туда не веду? Смотрите, как он его засасывает на камень. Просто его затягивает. То есть он едет вверх, при этом он спокойно может перевалить через этот маленький камешек. Но обратите внимание, как его просто тупо тянет наверх. Совершенно непонятные физические законы. При этом, скорее всего, мы сейчас с вами уроним груз, потому что нас явно тянет на переворот. Что там за камень такой восхитительный? То есть мы с вами уперлись, смотрите, колесиком вот в этот маленький камешек. То есть перевалить через него и поехать дальше. Но машину начинает волочь наверх. Физические законы здешних мест, конечно, да. Порой удивительны. И несмотря на то, что эти корни правильные и хорошие, я по ним не поеду. Нет, не хочу. Хотя, обратите внимание, у бригатира тоже лютый расход. Мы только в одну сторону прокатили. И все, и уже горючки нет. Пол бака. А мы тут ерунду проехали, по факту. Может быть, конечно, в грязи много сидели, но вроде как нет. Вроде как залетели сюда достаточно бодро. Ах, не помню, что было в этой луже. Были какие-то такие наклончики неприятные. Ах, не помню. Ну, вроде как все, вырвались. Еще бы до рабочего поселения доехать и все. Так же вот, чтобы без проблем. Но заправляться будем, конечно же. При этом вот тоже обратите внимание, да, как мотыляет здорово грузовик. А скорость-то у нас там, на самом деле, по меркам, ну, обычной скорости, да, реальной скорости грузовиков. Скорость там, ну мы сколько? Ну, километров 20, там максимум 10, может быть, едем. Ерунду. Ну, его мотыляет так безумно, он просто нереально скачет. Давайте-ка все-таки зальем, наверное, полностью. А бочка обновилась, подожди. Бочка обновляется? Что-то я никогда на это внимание не обращал, на самом деле. Но мы же явно из нее уже заправлялись. То есть она тут стоит-то у меня достаточно давно. Мы дергаем постоянно из нее. Получается, обновляется. Интересно. Так, все. Не до баянов. Погнали. Впереди еще, на самом деле, не самый простой отрезок. Нам нужно реку пройти. Важный участок. Ну и далее там, да, тоже сохранить желательно. Горизонтальное положение. Ну, самый, наверное, вот качающийся грузовик в этой серии, это, конечно, был первый GMC MH9500. Вот этот. Вообще какой-то лютый просто маятник. В «Бригадир» вот есть что-то тоже подобное, но как-то не так ярко выражено, как у того. Там прям реально лютый какой-то маятник. Его прям качало безумно. Да, река, друзья, может оказаться, на самом деле, хорошей проблемой. Мы-то раньше тут с вами гоняли на проходимой технике. А сейчас, да, с лебедочкой. Ну, что-то я там смотрю, колеса уже болтаются в воздухе. Ну, в смысле, в воде. И нас понесло, понесло, понесло. Тихо, 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 хватаемся. Вернемся вот сюда сейчас. Сносит, смотрите, как лихо, течением, да? На бок. Жесть, просто жесть. Ну, давай, 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 затянись. Затянись хотя бы немного. На тверденькое. Так, ладно. Немножко затянулись. Дальше куда? Дальше вот сюда можем. При этом, чем дальше цепляешь лебедку, тем она мощнее. Почему-то. Тоже вот момент непонятный. Наверное, это чем-то объясняется. У меня нет машин с лебедкой. На моем Солярисе она попросту не нужна. Ну, а это самое. На других я не ездил, где есть лебедка. Поэтому, не знаю, может быть, она так и работает. Чем дальше цепляешь, тем она мощнее. Хотя, наверное, нет. А почему? Как это объяснено? Лучше крутится? Так-то я не знаю. Я не особо знаток механизма лебедок, но что там? Обычный как бы моторчик, который закручивает ниточку. Только вместо ниточки тросик. Прорвались. Хорошо. Прорвались и не порвались. Это самое главное. Так, давайте-ка немножко вот так вот сделаем. В принципе-то ерунда. Вон уже на горочке. Наша разгрузка видна тут. Осталось-то нам вообще минут пять, наверное. Но главное прям вот никуда. Никуда не перевернуться, не упасть, не завалиться. Эти пять минут провести, пусть даже в медленной, но в нормальной доставке. Так-так-так-так-так-так-так-так, хорошо-хорошо-хорошо, вот так вот, отлично. Ну прет, прет, прет бригадир, как бы да, можно простить ему некоторые там моменты, но там действительно было глубоко. На реке там, но он не было, как бы, на реке. На реке там, тем более еще и течение сносит. Ну, а так как бы прет. Видно вот, что такая вот грязь, не слишком глубокая, не слишком такое прям болото какое-то непроходимое. ему, в принципе, дается на пониженной с блокировочкой. Тролль-дерево, слушай, тролль-дерево, серьезно, я вытянул лебедку, чтобы его хрустнуть. Оно хрустнуло чуть раньше. И, друзья, вот эти деревья одновременно и по-хитрому лежат, и по-дурацки. Потому что когда ты уже более-менее прикатался, знаешь, что к чему? Ты понимаешь, что эти деревья лежат с одной единственной целью. Просто искусственно затянуть время. Ты упираешься в дерево, начинаешь закапываться, дерево ломается, но ты уже закопался. Все. Когда ты первый раз все это видишь, думаешь, блин, прикольно, круто, смотри, преграда, да, какая-то. Сейчас я там буду думать, как перевалить. Но когда ты уже в сотый раз проезжаешь по этому дереву, тебе уже не прикольно. Вообще не прикольно. А посчитать, сколько ты времени на нем потерял, это вообще дичь просто. Вот усложнили бы игру, я не знаю, количеством груза перевезенного, например. Все, вижу, куда нам разгружаться. Так, тихо. Всем стоять на месте. Нам за метр до разгрузки ничего уже не нужно, никаких историй. Так, ну, все, друзья, да. Мы с вами завершаем работу на ростовскую администрацию. Полностью восстановили инфраструктуру. Конечно, могли бы анимацию какую-нибудь завести интересную, да, как здесь трубы, например. Где-то там, я не знаю, закапываются. Вроде как это водопроводные трубы, да, как я понимаю. Но в целом, да, мы с вами закончили. И у нас, друзья, остается последнее финальное задание, последний финальный контракт. Давайте посмотрим. Вроде как, если я не ошибаюсь, то все, мы с вами выполнили. Здесь полный список. Здесь полный список. И вот он, стальной феникс. Да. Промышленный водонагреватель. Где, неизвестно. Ну что ж, будем, будем думать. Нам нужны металлические рулоны котельной. Ну, простенькая заданница, на самом деле. Взял здесь, объехал, доехал, разгрузился. В принципе, да, в основном все время по дороге. Сколько рулонов? Два. Ладно, все, эта работа будет уже для следующей серии. Что толку сейчас обсуждать? Если в следующей серии мы также с вами будем обсуждать, что мы будем делать по этому контракту. Ну, собственно, все, друзья, на сегодня. В принципе, неплохо покатались, да. В целом, я доволен. Нюансы были. Странные, как всегда, куда же без них. Но, в целом, да, в целом, все у нас прошло хорошо. Ни разу не перевернулись. Все получилось. На сегодня все, друзья. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. В комментариях обязательно пишите советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.